Добрый день, дорогие друзья! Мы все наблюдаем за событиями, происходящими в мире, Европе, политическими событиями, о том, как меняются правила игры, какие люди приходят на, скажем так, первые роли, на первые места и диктуют те или иные правила поведения. И, конечно, за этим следит и наш собеседник Владимир Моисеевич. Мы сегодня попробуем поговорить о том, что для него демократия, какие есть проблемы, какие есть границы у патриотизма, права и идеологии. Вот об этом, обо всем. Правильно я понимаю, Владимир Моисеевич? Именно эти вещи вас занимают в последнее время. Да, ну, среди всего прочего. Среди всего прочего, конечно. Потому что я работаю в музее, и я преподаю в институте культуры, поэтому, поверьте мне, вот эти глубокие мысли о демократии, они не круглые сутки меня обревают. Но я думаю об этом, это правда. Последняя новость, которая вас в очередной раз заставила об этом задуматься, это история со Швецией или что-то более раннее? Ну, вы знаете, наверное, более ранее был такой сюжет. Тут в Петербурге была группа французов, впереди которых была моя старинная знакомая, госпожа Перу, Элен. Она в свое время была директором французского института здесь, в Петербурге. А потом, на протяжении долгого периода времени, она, вернувшись во Францию, была советником у президента Ширака какое-то время. И вот мы с ней говорили, не очень долго, но, естественно, совершенно, что возникла тема выборов во Франции. Потому что Франция – это страна, которая всегда была близка России. И такие вот контакты не только для высшей интеллигенции или дворянства, о которой писал Лев Толстой в «Войне и Мире», да. Все равно контакты с Францией были очень четкие. И союзничество – Первая мировая война, и Вторая мировая война. Поэтому, конечно, интересно было, что там происходит, и вот выборы сейчас. И я спросил, Лен, хотя знаю, что это вещь недопустимая, они не любят говорить, за кого они голосуют. Но она дала мне понять, что она будет голосовать за Марин Лепен. И это вас удивило? Это меня не удивило. Это меня не удивило, потому что, в конце концов, французские интеллектуалы устали от своих смелых шагов. Мне так кажется. Марин Лепен – это менее смелый шаг, чем предыдущий. Марин Лепен – это шаг, который может, если Лепен не выиграет, то, по крайней мере, это покажет французскому обществу, что есть ориентация определенная, да, что ориентируется французы на другие ценности. То есть не такой, вот теперь к этому мы подходим, не такой безумно широкий либерально-демократический круг. Есть проблемы огромные в обществе, и они отчетливо осознают в том, что им жить стало небезопасно. Поэтому они могут совершить выбор, который то ли приведет к победе Марин Лепен, то ли, по крайней мере, покажет французам их собственную позицию. Что они выбирают? Скорее всего, они выбирают нечто более, как бы это поточнить, нечто более недемократичное, да, но более надежное и безопасное. Вот что я имею в виду. А какие риски здесь есть? Вы их видите? Потому что многие говорят, что то, что говорит Лепен и многие другие правые политики в Европе, в некотором смысле отсылает нас ассоциативно, да, в первую половину прошлого века. Многие видят эти параллели. Видите ли их вы, я спрошу проще, где найти вот эту границу между проявлениями радикальными, да, не буду говорить слово нацизм, радикальными проявлениями и потребностью в национальной самоидентификации? Вы знаете, эту грань очень сложно провести. И поверьте мне, что это действительно вопрос очень сложный. Потому что между уровнем высочайшего самосознания и уровнем национализма там грань очень тонкая. Это очень тонкая грань. И зачастую трудно бывает ее провести, но вот я, как вам сказать поточнее, вот те события, которые развернулись вокруг Исаакиевского собора и высказывания некоторых наших политиков, которые объяснили, что в черте оседлости проживали каторжники, вот это и была формула, когда эта грань была пересечена. Пересекли грань. То есть эти объяснения, они были уже запоздалыми, неубедительными, безусловно, да. Что касается вот ситуации, которая складывается в Европе или в Соединенных Штатах, наверное, если вы позволите, я не политолог, мне довольно сложно об этом говорить. Тем интереснее ваша точка зрения. Я представляю себе значение демократии. Что такое демократия? Демократия это тогда, когда в обществе существует власть, избранная народом, но в обязательном порядке существует оппозиция. То есть должно быть зеркало, понимаете? Должно быть зеркало, потому что оппозиция представляет собой зачастую отражение той власти, которая находится на месте. Оппозиция это зеркало. В зеркале отражаются различные выражения и различные гримасы лица, да. Если есть оппозиция, сохраняется демократия. Если вы пытались, извините, нехорошее слово я применил, вы не пытались, а, даже не знаю, как это сказать, вы сориентировали меня на первую половину 20 века, имея в виду Германию. У Гитлера не было оппозиции. У него не было оппозиции. И это страшная фашистская диктатура. Первонаперво были уничтожены все оппозиционеры. И социал-демократы, и социалисты, и коммунисты. Поэтому формула, которая возникла тогда в Германии в 30-е годы, мне кажется, для Европы она недопустима. Она недопустима. Здесь вспоминается определение демократии. Сейчас, воню, одну секунду. Валентина Матриенко, наш предыдущий губернатор, она часто говорила, что демократия — это власть большинства. Когда нужно было какое-то серьезное решение, то, что называется, продавить, при этом забывая добавить при учете мнения меньшинства. Важную дописку. Как вы думаете, сейчас в России у нас это определение, оно по-прежнему без дописки? — Ну, вы знаете, думаю, что не совсем так. Потому что я не всегда согласен с тем, что те партии, которые представлены на нашем горизонте российском, говорят, ну что такое там справедливая Россия, это игра такая. Это не совсем игра. Это не совсем игра. Другое дело, что... — Вы готовы поверить в то, что это оппозиция? — Это еще пока не оппозиция. Это еще пока не оппозиция. Может быть, может быть, вот сейчас начнется такая обостренная реакция на то, что в обществе происходит. Потому что приближаются выборы президента Российской Федерации, и в этот период времени как раз вот обнажаются некоторые пружины, которых раньше не было видно, да. Но в ближайший период времени я ожидаю эту пружину увидеть, как это сказать, по поводу тех событий, которые происходили в нашем городе. — Владимир Грусман, в прямой эфире интернет-канала «Фантанка.Офис». Мы, конечно, поговорим еще отдельно более предметно и про Исааки, и про другие новости, связанные с изменениями в культурной жизни Петербурга. Ну а пока, собственно, Венера, твой вопрос. — Да, я бы хотела вернуться на несколько шагов в нашей беседе. Назад вы сказали очень важную вещь, которая ставит под сомнение вообще правильность проведения каких бы то ни было параллелей между нынешней ситуацией и Германией 30-х годов прошлого века. Потому что вы сказали, что европейцы поняли, что они больше не в безопасности. Может быть, вот это усиление права идеологии — это как раз-таки реакция на безопасность, то есть включаются какие-то механизмы, инстинкты самосохранения в людях, и все проще объясняется. — Думаю, что вы совершенно правы, я именно так и считаю. Я именно так и считаю, потому что вот эта вот безудержная такая вот ложная демократически либеральная позиция Ангела Меркель, которая не только наводнила федеративную Германию людьми, которые, в общем, не способствуют благотворным событиям в германском обществе, но она вдобавок ко всему еще и от своих союзников по Евросоюзу сбивалась именно таких решений. И в конце концов это кончилось тем, что там восстали венгры и сказали «не хотим», да, восстали другие европейские страны, не знаю, греки, да, там, итальянцы в какой-то степени весьма значительные. Знаете, мне рассказали такой эпизод, который меня совершенно потряс, что беженцы, которые живут в Германии из разных стран, да, азиатского и африканского континента, беженцы, которые бежали, ну, якобы бежали от тех режимов, которые их там жестоко преследовали, они выезжают в отпуск на родину, и этот отпуск отплачивает, оплачивает федеративное правительство, да, то есть они берут там двухнедельный отпуск и выезжают в ту страну, из которой они якобы бежали, понимаете? Я не говорю о том, что все таковы, что все иммигранты такие, да, я только говорю о том, что Европа, не только Германия, но и Франция, и другие страны европейские, не были готовы к этому валу иммиграции. Это я вам точно могу как этнограф сказать, потому что невозможно соединить немедленно, мгновенно ментальность людей, это разная ментальность, понимаете? Я понимаю, что есть отдельно взятые мерзавцы, которые там дурно относились к этому скандалу, который в Кёльне был, да, я очень хорошо представляю себе это место возле Кёльнского собора, а между вокзалом и собором эта площадь огромная, да, очень хорошо ее помню, и там, и правее помню очень хорошо, что там какая-то дислогация, там прекрасные дома такие, хоть и не очень старые, но неважно. И вот это было проявление не просто хулиганства, это было проявление не просто невоспитанности, это было проявление иной ментальности. При этом потрясающий совершенно вариант заключается в том, что вот невзирая на то, что вроде бы как и полиция, и силы безопасности европейские уже поняли, что такое германский опыт. И вот позавчера события, которые в Швеции происходили, тот же самый сценарий, причем, ну, сценарий, на мой взгляд, более подобный тому, что в Бельгии происходило, да. Вот в Бельгии была такая ситуация, в Бельгии начинается с того, что один человек затевает конфликт с полицейским, ну и так далее. Ну, это все, я не буду рассказывать то, что все видели по телевизору. — Владимир Васильевич, мы накануне про Швецию говорили с нашим коллегой, зовут его Малкольм Дикселиус, и он, в общем-то, призвал не сгущать краски, он живет и работает в Швеции, и в России работал много времени, говорит, что это немножко не те события, это криминалы, не стоит здесь искать проблем. — Такие вещи довольно регулярно происходят, в принципе. — Или для вас все-таки Швеция — это через запятую все то же самое? — А я, да, я именно об этом говорю, там же все, нужно оценивать это пропорционально. — Вот расскажите, какие параметры вы в каждой новости для себя, как ученый, вычленяете, чтобы понять, да, это та самая история? — Как параметры, просто есть формула повторяемости, да, нас учите, что если есть повторяемость, вот вы проводите эксперимент любой, я про физиков, про химиков говорю, они когда говорят, что им удалось решить какую-то задачу, да, в области химии, когда прослеживается определенная повторяемость, да, вот есть идентичность, в защите этой истории, в середине, в завершении, это говорит о том, что если вот есть такая повторяемость, то можно тогда нарисовать окружность, да, внутри которой все довольно идентично. — Но эта повторяемость, она из средств массовой информации у вас такой остается, да? Одно дело ты посмотрел, я не знаю, там условный RT, и другое дело ты на эту тему посмотрел, какой шведской телевидении. — Вы знаете, я понимаю, ну так а что, почему картинка что меняется, если шведское телевидение показывает то, что тогда витрина не разбивается, машина не зажигается. — Масштаб, мы же понимаем, что если событие ничтожно, его и воспринимают как ничтожный событие. Если мы говорим с вами о том, что из себя представляет Швеция, которая избежала участия во Второй мировой войне, да, Швеция, которая самодостаточна, самодовольна, Швеция, которая имеет потрясающе высокий жизненный уровень, и даже если там эпизод, который там в сто раз меньше, чем в Батаклане, в Париже, это все равно тревожно. Я уже сказал, что нужно оценивать пропорции в пропорциональном отношении. — Промежуточный итог, то есть получается то, что происходит, и приход к власти правых политиков — это нормальное явление, приход политиков, как следствие. — То есть выходит, они правы. — Вы знаете, я хочу вам сказать, а меня не пугает формула правой политики. Честно вам могу сказать, я не хотел бы называть именные фамилии, но представлял бы себе, что наша дума скорее левая, чем правая, да. Представим себе, ну, какую позицию мы определим для партии «Единая Россия», да. Давайте будем абстрагироваться от партии комбудистической. Это левая, левая, да. Но вот как мы назовем с вами партию «Единая Россия», я не знаю. Но есть Жириновский, да. Давайте скажем, вот ЛДПР — это правая, да. — Для многих все, что вы назвали, это руки и ноги одного организма. — При одном условии. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я единственная вот партия наша, ну, наверное, не единственная. Вот есть некоторые тезисы у «Справедливой России», которые мне очень нравятся. Вот Жириновский говорит, я позволю себе коснуться элементарной позиции, да. Мы с вами живем в год столетия русской революции. При этом я хотел вам сказать, что очень прав был наш министр, который сказал, давайте мы не будем говорить «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Мединский был абсолютно прав. Давайте мы будем говорить «100 лет Великой Русской революции». Февральская революция, потом Октябрьская, там, переворот, не знаю, что это такое. Жириновский говорит, если бы не была устроена система «Союз Советских социалистических республик», если бы не была там Сталином сделана эта нарезка, да, если бы сохранялись губернии российские, да, то, наверное, могло бы быть все по-другому. Я абсолютно с ним согласен. Вот поверьте мне, что вот этот тезис ЛДПРовский мне очень близок. В высшей степени близок. Есть определенные лозунги в достаточно серьезной у партии «Справедливая Россия», да. Поэтому я хочу вам сказать, ну, а чего там, ну, право, я вам что хотел сказать. Это не нацисты, не националисты, да, в буквальном таком слове, как вы про Германию говорили, там, первая половина XX века. Если люди отдают себе отчет в том, что есть огромная проблема внутри общества, и эта проблема возникла потому, что были приняты очень, предприняты очень неверные шаги, что страна была наводнена людьми, еще раз я хочу повторить, в таком количестве, когда возникла проблема взаимоотношений в этом обществе, вот и все. Это же отчетливо понятно. Очевидно, что если эти силы приходят к власти, они будут ситуацию каким-то образом корректироваться. Я думаю, что да, они ее будут корректироваться. А вы видите, не знаю, там, скажем так, степень болезненности этой коррекции, она не будет безболезненной? Она безболезненной не будет. Вот масштаба, да, чтобы не свалиться, опять же, в похожие какие-то ассоциации? Она безболезненной не будет, она не будет безболезненной, но смысл заключается... Можно сделать, чтобы это было минимально болезненно? Вы знаете, я уже вам сказал, я не офицер полицейский и не политолог. С этнографической точки зрения, сколько нужно времени, чтобы, я не знаю, примирить приехавшего и живущего здесь всегда? Вы знаете, с этнографической точки зрения, я хотел бы вам сказать, что вот тот негатив, который наигрывался в отношении мигрантов, в том числе и нашими журналистами, постоянно, да, я был потрясен. Я открываю один из источников в интернете и читаю. Три азиата там изнасиловали юную девушку. Это что за формулировка такая? Три азиата. Они кто? Кто эти азиаты? Они индусы, пакистанцы, афганцы, узбеки, таджики, понимаете? Вот создавался такой негативный образ по отношению к людям, у которых существовало и существует генетическая память. Потому что мы жили в одной стране. С одной стороны, понимаете, когда во Францию прибывает урожение с африканского рога, да, во Францию, а с другой стороны, когда в Россию прибывают человек из Ташкента. Разница есть? Есть разница в ментальности, потому что сохраняются до сих пор определенные элементы человеческого сознания людей, которые жили в масштабах одной страны. Но это только в старшем поколении, молодежи не знают, не заканчивают. Не только в старшем, но почему? Я только что применил слово генотип. Есть понятие генотипа. И при баснословном уважении к старшим, которые существуют у этих людей, они о старшем знают о том, что было в свое время нечто общее, политическое обществ. Не я имею в виду обществ советский народ. Понятно. Но вот мы отошли чуть-чуть от Европы к нам. Давайте тогда сравним, насколько наша проблема по, скажем так, адаптации и вовлечению в какие-то социальные институты приезжих похожа на европейскую. В чем они различаются? Как вы это видите? Ну, она, во-первых, различается тем, что у нас существует определенная экзаменационная позиция, да, введенная, да. То есть нужны какие-то элементарные знания языка этого, этого, этого. Сравнительно недавно введена. Сравнительно недавно, но это есть. То есть стало понятно, что это необходимо, да. Повышена, безусловно, ответственность тех людей, которые нанимают этих людей на работу. И это мне точно отчетливо известно. Что если раньше, в общем, никого не интересовало, в каких условиях находятся эти люди, и зачастую эксцессы, которые они организовывали, были связаны именно с тем, что их помещали в невозможные условия проживания. То есть их просто как рабов наши доблестные строители использовали, да. Сейчас за этим все-таки следят. Следят за тем, как они бытово существуют, да. Что же касается вот ситуации, которая имеет место в Германии, то, если память не изменяет, у меня плохо с цифрами, но 600 тысяч, по самым скромным оценкам, в течение года или там полутора лет, 600 тысяч, представляете себе. 600 тысяч, это десятая часть населения нашего города, Санкт-Петербург, пребывает в Германии, да. Каждому дается, значит, соответствующим образом содержание, они требуют, чтобы их получше поселили. С другой стороны, проблема возникает в том, что создаются анклавы, против чего этнографы всегда предупреждают. Анклав — это место, где рождается система агрессии, система несогласия, да. Швенская история как раз об этом, вы же знаете, как тот район называется, где все произошло, маленький Магадиш. Создаются анклавы, да, я просто несколько раз был в Бельгии с выставкой, но потом уже по телевизору пытался узнать эти места в Брюсселе. Понял, что я в этих местах не был никогда, это не потому, что там чего-то боялся, просто по времени там быть не мог. Анклавы, везде анклавы. В районе Парижа анклав, там или Марселя, или чего угодно, да, и то же самое в Скандинавии, да, то же самое в Скандинавии. Но я к чему это хочу вам сказать? К тому, что должна быть некая ответственность у человека, который прибыл в другую страну. Эта ответственность складывается из нескольких составляющих. И первая позиция заключается в том, ты должен уважать законы того общежития, в которое ты прибыл. И здесь мы подходим к самому такому тяжелому моменту, это различие в конфессиональной ситуации. Да, потому что те люди, которые прибывают в страны Европы, в огромном количестве, которые прибыли, они исповедуют религию, которую они понимают по-своему. Они не так понимают, как я понимал Маханат. Понимаете? Они по-другому совершенно. Они по-другому читают Коран или вовсе никогда его не читали. Здесь вопрос, наверное, некой последовательности действий. Потому что если посмотреть по новостям, то с одной стороны в Европе требуют, чтобы была возможность ходить в школу, в университет, в хиджабе, там и везде. А с другой стороны Марин Липен отказывается его надевать на переговоры, находясь в той самой стране, где это требуется. Это ее право. Вы знаете, я хочу вам сказать, что все с чувством такого как бы огромного интереса ждали визита Михаила Сергеевича Горбачева к римскому папе. И поверьте мне, я очень хорошо это помню. Все обсуждали только один вопрос. Будет ли Горбачев целовать папе руку? Или туфли. Да? Это просто смешно. Это ее право. Почему она должна, мы ее родцы в хиджабе? Она исповедует другую религию. Она, понимаете, мы же свои кресты на тельме наружу не носим, ну, кроме наших священников, да? Некоторые наши люди за границей в шлепках нормально это делают. Ну, я этого не сделаю никогда. Понимаете, у меня мой крест находится под рубашкой, именно там, где он должен находиться. Владимир Васильевич, давайте мы вернемся к тому вопросу, который у нас прозвучал. Но я не очень понял, как вы видите развитие событий. Мы поняли, что правый поворот Европе — это следствие. Это ваша точка зрения. Мы понимаем, что эту проблему нужно как-то решать. Мы услышали, что решение не будет безболезненным. А удастся каким-то образом, в принципе, эту ситуацию решить, так, чтобы потом последствий не было. Любая болезненная процедура оставляет шрамы, да? И потом они могут себя проявить. Ну, вы знаете, есть разные сюжеты, я начинал об этом говорить. Главным вопросом заключается, справится ли Европа с этим вызовом? Ну, я думаю, что справится. Я думаю, что справится, в это я верю. В конце концов, как вам сказать поточнее, есть огромный уже демократический задел, понимаете? Но вот если только один есть маленький нюанс, они справятся, если они будут индивидуально этим вопросом заниматься. Что вы имеете в виду? Если французы будут решать ситуацию во Франции, немцы в Германии, Норвегия в Норвегии, шведы в Швеции, если все это будет отдано Брюсселю, ну, вы знаете, чем это заканчивается, да? Нам пишет Владимир Грусман, антиглобалист? Знак вопросов. Вот, кстати, да. Я антиглобалист? Да нет, почему я не могу быть антиглобалистом, а как же? Не подождите, только что сказаны вами слова наталкивают людей на... Я говорю о том, что решение одной конкретной проблемы мне представляется возможным для каждого отдельного взятого государства, понимаете? То есть вот невозможно, чтобы собрался Евросоюз Евросоюз, и чтобы все вместе решали эту проблему, понимаете? Персонажи, которые это будут решать, это Липанэко, и все? Больше никого в Европе вы не видите? Нет, почему никого нет? В Европе есть нормальное совершенно правительство. Там есть, опять же, многопартийная система, да? И посмотрим, что будет на выборах в Германии происходить. Ну, почему нет? Я не антиглобалист, я только считаю, что решение проблемы, которое возникло внутри одной европейской страны, этой же европейской страной должна разрешаться. А с чего начинать надо? Может быть, им как Трампу надо стену строить или закрывать въезд для начала, чтобы разобраться с тем же есть? Для начала, конечно, нужно было бы этот въезд сократить, по крайней мере, понимаете? Я не очень представляю себе, как даже высокоразвитая страна может справляться с таким количеством мигрантов. Никаких у меня совершенно не российских, не, там, сказать, других каких-то негативных воззрений я не имею. Естественно. Я только считаю, просто как гражданин, который что-то читает, там, газеты, смотрит телевидение, не знаю, обменивается информацией с коллегами, иногда я сам бываю за границей. Я не представляю себе, как можно было бы принять решение о таком безумном вале людей, которые не имеют образования. Приезжают же ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни квалифицированные рабочие. Мне в свое время была нужна как раз таки дешевая рабочая сила. Но я не думаю, что в таком количестве. Не думаю, что в таком количестве. Кроме всего прочего, госпожа Меркель нужны были еще и избиратели. И там есть целое огромное количество людей, ставших гражданами Германии, которые будут голосовать за Меркель. Это понятно, да? Владимир Васильевич, мы очень важную вещь сказали. Люди приезжают, должны соблюдать местные законы. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что часто бывает так, что у любого закона в Российской Федерации есть свой прайс. Понимаете, о чем я говорю? Люди видят, что некоторые законы можно обойти. Я не знаю, как с этим дело обстоит в Европе. Я просто не владею информацией, но мне почему-то кажется, что там чуть-чуть иначе. Но если вы мне какой-то конкретный пример приведете, я вообще не очень понимаю, как вы монтируете свой вот этот вопрос. Ну, просто мы следим за новостями часто и видим, что от любой проблемы можно, грубо говоря, откупиться. У вас нет такого ощущения? Ну, у меня есть такое ощущение. Мне кажется, это принципиальная разница между нами и Европой. У меня есть такое ощущение. Я правда думаю, что и в Европе тоже можно откупиться. Я просто думаю о том, что... Как в этой ситуации соблюдать закон? Вот вы говорите, соблюдай закон. То есть ситуация, связанная с мигрантами? Да. Ну, я не знаю, мне кажется, что для этого... Ну, вот формула такая. После событий в Париже, там после этого клуба в Батаклан, они пришли к выводу, что нужно менять систему безопасности. Но это не наш с вами вопрос. Нам с вами достаточно иметь информацию о том, что французы пришли к выводу, что система безопасности у них нехороша. Вместе с тем, мы с вами получаем информацию о том, что наши органы безопасности предотвращают какие-то попытки, да? Или гасят их, если они возникают. Я имею в виду какие-то негативные, агрессивные проявления, да? Информация. Что касается закона, ну, я думаю, что есть масса примеров того, как закон обходит. Есть вещи, которые, как любого гражданина, меня, конечно, изумляют. Вот недавно этот эпизод, который довольно широко у нас освещался. Человек с ножом напал на водителя скорой помощи, да? Получил два года условно. Да? Мой водитель у меня спрашивает, это правильно, вот, что человек с ножом напал, да, и получил два года условно. Я говорю, конечно, неправильно. Но объяснить, как это произошло, я не могу своему коллеге, да? Вот как это решилось. Понимаете, какая штука? Есть губернатор Хорошавин, да? И я не могу понять одного, почему нужно было ждать, не помню, сколько лет он там, пять или семь лет условно, он был губернатором, да? Я был в Южно-Сахаринске два года там, а назад, мне там рассказывали коллеги, что это было видно невооруженным глазом, что происходит, да? Можно так далеко не ехать, чтобы невооруженным глазом... Так зачем нужно было ждать, прежде чем там, не знаю, чтобы он еще что-то приобрел, еще что-то получил, да? Потом, ну, не важно. Владимир Васильевич, очень важный момент, я напомню нашим пользователям, что мы беседуем с директором Российского этнографического музея Владимиром Грусманом, говорим о политике, о демократии, о термине правеющей Европы, вот об этом, обо всем, потому что Владимир Васильевич наблюдает, ему есть что сказать по этому поводу, конечно, мы говорить бы не только об этом, но пока важное уточнение, вы сказали информация, а вы лично как ее собираете? Расскажите, пожалуйста, вы делите СМИ на, скажем так, условно, да, независимую, условно пропаганду, условно наши, не наши, источники вашей информации, как вы работаете с той информацией, которая вас заставляет делать те или иные выводы? Тогда нескромно, если позволите, такое нескромное положение, да, я учился в университете с 67 по 72 год, да, поэтому вы представляете себе, как мы могли получить какую-то информацию, там, газета «Правда», «Комсомольская правда», «Инградская правда», «Инградская правда», да, это очень далеко, но мы умели тогда прочитать, даже в газете «Правда», умели понять, что происходит, когда начали события «Фраги» в 68 году, да, мы покупали тогда польские газеты, да, в гостинице «Европейская» был киоск, где продавались европейские газеты, но коммунистического толка, там продавалась газета французских коммунистов, условно говоря, значит, если нам нужно было что-то узнать, кто-то из нас приезжал из строительства, покупал эту французскую газету, и там мы находили информацию, я точно так же поступаю и сейчас. Я не могу сказать, что все совершенно, на мой взгляд, объективно, да, но я регулярно прочитываю, ну, не знаю, я люблю читать «Коммерсант», мне нравятся его новости, да, там блок новостей, «Комсомольская правда», там интересно, они отличаются. Я вам напомню, вы на Зодчево-Россе, в студии «Фонтанку». Нет, нет, а вот с этого я начинаю, я к этому и подошел, я начинаю свой рабочий день с того, что открываю «Фонтанку», да, конечно, потому что считаю, что это очень серьезно, я знаком с Константиновым, да, это очень серьезный ресурс, мне не очень нравится ваш новый стиль, да, вот когда у вас две колонки, я не понимаю, для чего они нужны, там слева и справа повторяющиеся там новости, да, но даю вам честное слово, я не кривую душу, и у меня даже на автомате стоит. «Фонтанка» у меня там... Аккуратно обошли достаточно неприятный термин, который я себе позволил произнести, пропаганду, вы ее видите, вы можете сравнить с советским временем? Нет, нет, не знаю, я не читаю газету «Завтра» или как она называется, имени Проханова, имени Проханова, Тереса Лавьева, Тереса Шевченко. Но вы смотрите телевизор, привет. Смотрю с большим напряжением. Смотрю с большим напряжением. Хорошо, а вы ответили, откуда вы берете информацию, продолжаем анализировать европейскую повестку, ну и про городскую, конечно же, не забываем. А можно я вопрос задам, может быть, опять наружу немножко ход беседы, но тем не менее, если посмотреть, что происходит не только в Европе, но вот про Трампа, упоминалось и в России, на Донбассе, есть такое ощущение, что что-то сломалось в глобальном плане, в сознании, в восприятии людей. Все стали какие-то очень остро обидчивые по ряду вопросов, связанных вот именно с национальными какими-то темами. Что случилось? Переиграли в толерантность или нет здесь какой-то общей такой платформы под всеми вот этими событиями? Знаете, вы коснулись такой очень существенной для меня серьезной позиции, которая заключается в том, что меня что беспокоило? И я, как бы, много читал, когда учился, и потом тоже не читать приходилось. Понимаете, я все время думал, что вот когда произойдет перелом времен, слом времени, я думал о том, что я прекрасно понимал, что переход от 19-го века к 20-му, как наиболее близкое к нам время, новейшей истории. Понятно совершенно было, что происходило там. Вообще в мире происходили какие-то очень серьезные катаклизмы, которые закончились первой мировой войной, я имею в виду катаклизмы, которые закончились трагедией гражданской войны, приходом к власти кровавого режима Сталина, ужасного режима Гитлера. И я знал, что на переломе между 20-м и 21-м веком что-то тоже такое негативное будет происходить. Я не могу объяснить, почему это так, но у меня было такое ощущение, и я все время думал о том, что нужно пережить первую декаду 21-го века. Вот пройдет первая декада 21-го века, и наступит такой стабильный период. Понимаете? И вот в этом я ошибся. В этом я ошибся, потому что мы живем с вами уже в 17-м годе. Я особенно, у меня это, знаете, семейное, мой отец спокойно боялся в високосных лет. Ужасно просто. И я тоже боюсь високосного года, и вот в прошлом високосном году было очень много утрат. В общем, близкие мне знакомые люди ушли из жизни, да, например. И вы совершенно справедливо вопрос задали, что происходит вообще, почему это такое происходит. Ну, не знаю, на этот вопрос очень сложно отвечать. Все зависит от того, как человек сам себя ощущает. что вы можете сделать для того, чтобы большая была стабильность. На том месте, где вы работаете, да, на том месте, вот где живут ваши друзья, в особенности там у себя дома. Нужно совершать какие-то такие шаги. Обязательно думать заранее. Обязательно заранее думать о своем поступке. Не жить так, как у Чехова, человек в футляре, да, который боялся всего, жив в футляре, не совершал никаких поступков. Просто нужно как-то к этому продуманно относиться. Понимаете? А в политической жизни, в духовной жизни это нужно делать особенно. Я не знаю, почему люди так стали возбудимы. Но это правда, вы правы совершенно. Люди стали возбудимы. Люди стали возбудимы. Может вернуться к французским газетам 50-летней давности и выключить телевизор? Как вариант справления вот с этой эмоции? Не знаю. Вот мне трудно на этот вопрос ответить. Я вам уже обрисовал абсолютно откровенно. Я сказал, что я буду не скромен, но вот моя личная позиция такова, да. Просто я действительно ожидал, что вот, знал, что первая декада нового века это будет проблемная ситуация. Но вот обратите внимание, сколько люди, люди сами нарисовали себе проблем, да. Я смотрел этот фильм английский по поводу годовщины событий украинских, киевских, да. Ну, вы знаете, честно вам сознаюсь, я до конца его не досмотрел. Потому что я у этого фильма такого разрекламированного широко BBC, Майдан и так далее, и так далее. Эти события никакой не англичанин, не француз, самый талантливый режиссер, кинематографист, сценарист, никогда этого не снять. Понимаете? Не снять того, что понимаем мы. Если даже мы там не были на Майдане и видели только какие-то документальные кадры. Но вот это вот боль. Совершенно серьезная боль, да. И поэтому, когда наш знаменитый режиссер Бортко говорит, нас могут спасти от этой ситуации только наши братья, украинские рабочие. Но это что такое? Это что такое? Понимаете? Украинские рабочие. Сейчас украинские рабочие. Значит, не надо бояться Гитлера, потому что у него германский рабочий класс никогда не позволит Гитлеру напасть на Советский Союз. Ну, примерно такая же позиция. Очень глубинные корни, которые, глубинные корни этого конфликта, которые нам трудно понимать. Я это понял уже потом, когда стал в Крыму работать с нашими коллегами в Музее этнографии народов Крыма. И потом, когда я стал с коллегами общаться, они мне рассказывали про эти годы, которые они проявили в составе другого государства. Но тогда я стал понимать вообще, что происходило на самом деле на этой земле. И что же происходило? Ну, вы знаете, если за эти годы не было издано на русском языке ни одной детской книжки. Вот, ни одна детская книга вот в этом регионе для детей книги издавались только на украинском языке. естественно, после падения Советского Союза, естественно, после 1991 года. Это очень быстро все стало происходить. Никакой русской детской книжки. Ни одной. Да? Только на украинском языке. Ну, там очень много, так сказать, это тема для отдельного разговора. Поэтому... Неужели в составе Советского Союза, извините, если я немножко ухожу, было настолько плохо, что как только эта стена рухнула, да, вот эта привязка, вернее, разрушилась, сразу же такая реакция пошла. А что считалось, что есть такой заповедник в Советском Союзе, который называется там Эстония. Там есть кофе, напиток, килуки, там есть там мюнди, бар на площади на ратушной, да, эстонцы очень интеллигентные, добрые, хорошие люди, да, а в Литве из Паванга, там сосновые леса, янтарь, понимаете? Потому что очень часто люди видят только-только фасад, как в знаменитом анекдоте, да, что такое, значит, быть туристом или приезжать на ПМЖ, да, это разная вещь. То есть, что же это получается? невозможно организовать какое-то совместное хозяйство, совместное проживание разных, скажем так, республик, стран, ну, то есть, каких-то вот территорий. Россия немало, вы знаете, Россия немало. Россия – это не маленькая страна. Россия – это не маленькая страна. Возьмите, например, Поволжье, сколько там этносов живет, да, и сколько там национальных и территориальных образований. Поэтому люди живут, и, в общем, в принципе, как вам поточнее сказать. Я, например, считаю, руководствуясь тем, что мне известно, что каких-то острых противоречий межнациональных в разных регионах… Это немножко другое. Не знаю, насколько правильно проводить такую параллель, но вот был Советский Союз как единственник государств, которые вели общее хозяйство, общую экономику, к чему-то общему стремились, развалился. Вот сейчас Евросоюз трещит по швам. Что же это получается к вопросу о глобализации глобалистов или антиглобалистов? Знаете, это вопрос не ко мне. Это невозможно. Ради бога, меня можно обвинить в антиглобализме, но это вопрос не ко мне, а по русским историкам. Любой историк, аспирант, или магистрант, магистр-историк вам скажет, что не было в истории, в истории человечества ни одной империи, которая существовала бы вечно. Это классика. Мимо. Тогда сразу вопрос, империя развалилась или нет? Где? Наша? Если мы вспоминаем постоянно термин Советский Союз, то Советский Союз это империя. Я думаю, что да. Я думаю, что он развалился. Очень важно тогда следующий вопрос вам задать. Вы сказали, что Европа справится, а какие вызовы ждут нас? Я только... Мы же тоже постоянно возвращаемся к европейской риторике, к имперской риторике. Это разные вещи. Окей, разные вещи. Но насколько спокойным будет наш 21 век? Ну, я вам уже сказал, что он не очень спокоен, но я это говорю по-другому немножко. Я немножко в другой коридор заворачивала, когда я говорил о неспокойстве. Нет, я думаю, что с Россией все будет нормально, благополучно абсолютно. У меня нет ни малейших сомнений. Поверьте мне, я совершенно серьезно говорю, проблема, самая главная проблема, это проблема экономики. Вот это вопиющее явление, понимаете? Которое может многих рассорить. Вот это вот я вам могу сказать, как вообще говоря, вот в этом отношении я марксист. Да, конечно, безусловно. В основе всего должна лежать экономика. С другой стороны, знаете, вот это вот совершенно странная формула и Маркса, и Ленина про то, что там, скажем, интеллигенция принадлежит к настройке. А вот то, о чем мы только что говорили, да, все взаимоотношения и позиции правых, левых, центристов, каких угодно, в любом случае во главе всех этих событий должны находиться интеллектуалы. Это классика. Вот к вопросу о том, что в основе всего экономика, Коля хотел как раз перейти к городским событиям. Подожди, подожди, еще неважный вопрос. Мы сказали, что 21 век будет спокойным для России, но все-таки вот очень важно мне допонять эту мысль, Владимир Алексеевич, любую систему можно вывести из равновесия. Да, любую. Вопрос, какие факторы на это могут влиять. Вот, произошедшее в Украине три года назад, это внутренние противоречия или все-таки воздействие извне? Да, там имело место воздействие извне, я в этом не сомневаюсь. Я честно вам говорю, то есть я не связываю там деятельность одной несчастной американской тетеньки, которая там раздавала там печенье, да, я не согласен с Януковичем, который заявляет там, я сам видел это его интервью, он говорит, там, вот, американское посольство, это был штаб, откуда отдавали приказы, а ты где находился? Ты президент суверенного государства. Если ты знаешь, что там находится штаб премьеры, но внешнее воздействие было безусловно, при этом, знаете, что хотел вам сказать, что необязательно это внешнее воздействие связано только с нехорошей Америкой, да, или Германией, или Испанией, или Британией, кем угодно. Есть еще диаспоры, которые живут в других странах, а для той страны, о которой я сейчас говорю, диаспоры, это огромное количество людей, это миллионы по всему миру, Канада, например, да, ну и так далее, те же самые Соединенные Штаты, поэтому, безусловно, внешнее воздействие. Соответственно, у нас, продолжаем эту мысль, если вдруг из равновесия что-то выходит, это не по внутренним причинам. в России? Да. Но я думаю, что вот я не пытаюсь там сделать па в отношении нашей власти, но в меньшей степени какие-то внешние параметры могут влиять на ситуацию в России. А внутри, как вы сказали, если будет влиять на что-то экономическое? А внутри это экономика и неуклюжие шаги в области политики тоже. Я только что мы с вами говорили, я вам сказал, если влиятельный политик заявляет, что в черте оседлости проживали каторжники, ну так чего мы об этом? Это политик от известной партии. Известная партия. К вопросу об этом. Сомневаемся, что скоро кое-кого выдвинет на президентский пост. Весна 18-го года не за горами. Ну, посмотрим. Вы для себя уже сделали какой-то выбор? Ну, я думаю, что у меня выбора не будет. Хорошо, нет. Есть выбор не ходить на выборы. Нет, я хожу на выборы. Я хожу на выборы, я требую от членов моей семьи, я прошу на работе коллег, я никогда не агитирую ни за какую партию. Я себе этого не позволяю. Хотя знаю других руководителей, которые устраивают у себя там соответствующие сейшены и объясняют, за кого надо голосовать. Я так не делаю никогда, но я настойчиво прошу моих близких коллег по работе, чтобы они не забыли пойти на выборы. Скажу прямо, вы уже сегодня упоминали известную политическую партию «Справедливая Россия» и какие-то моменты вам симпатичны. Мы это поняли. Но Миронов вроде как не пойдет на выборы президента. Владимир Путин, возможно, пойдет. Об этом разом все СМИ написали, рассказывая даже о том, как это может быть. Путин ваш президент? Ну, если сравнивать его с Мироновым, то да, конечно, с Путином и президентом. А если его сравнить, например, с кем-то внезапным, допустим, несистемным, молодым, смелым, наглым? Я не знаю. Честно вам сказать, у нас настолько, из-за того, что люди на выборы не ходили, настолько опустело наше избирательное поле. Знаете, я... Нужна свежая кровь? У меня, безусловно, нужна. Ну, вот это произойдет через 10 лет. Потому что то, что сейчас... То, что следующей весной мы не ждем свежей крови? Нет. То, что сейчас делает Кириенко, это фундамент. Это не фасад. И до кровли еще далеко. То, что сейчас происходит смена губернаторского корпуса, это закладывается в фундамент. А ему дадут доделать? У нас же знаете как... А он для этого, очевидно, был призван. Он для этого был призван. Обратите внимание, насколько Сергей Владимирович не похож на тех персонажей, которые работали до него. Я еще раз повторяю. Вы ставите меня в неловкое положение. Я прошу прощения. Не-не-не, ради бога. Я ничего этого не боюсь. Я уже сказал. Я вне партии. Раз уж мы просто говорим про политику. Давайте полностью нечисток. Но я не политолог. Понимаете? И ваши слушатели могут сказать, ну, чего там, как бы он там чего. Он не политолог. Понимаете? Поэтому я беру пардон. Хотя я не боюсь. Чем не бояться? Что касается справедливой России, то мне нравится, что формула культуры у них написана первым словом. Вот в программе партии «Справедливая Россия» первая позиция – это культура. Знаете, в программе другой партии тоже много чего интересного. 15 лет назад было написано. У нас сейчас должен был коммунизм наступить. Но я говорю, коммунизм должен был наступить в 1980-м году. Я про другую партию, про 21-й век. Да, я все знаю. Это я помню. Так что то, что у них написано, и то, что на самом деле это не одно и то же. Ну, хорошо. Мы услышали вас про 2018 год. Мы услышали, что свежая кровь это не в этом десятилетии. Давайте к городским новостям перейдем. У нас, да, осталось буквально пять минут по роду городских новостей. Мне очень нравится вот это противоречие, наверное, то, что Петербург очень спокойно отреагировали на повышение платы за проезд, на жетон за 45 рублей. И он как-то не произвел на них какого-то разрушительного впечатления. Но при этом их очень возмутила история с Исаакиевским собором. Исаакиевский собор это экономическая история или это о чем-то другом? Исаакиевский собор это чистая политика. Там есть противоборствующие стороны, для одной из которых это экономика. И надо сказать, что русская православная церковь этого не скрывает. Хотя бы на одном простом примере. Значит, Николай Витальевич Буров говорит, вы отдаете себе отчет в том, что означает содержать такое вот огромное здание, памятник и так далее. Он говорит, вы отдаете себе отчет в том, что по нашим планам все последующие годы минимум 450 миллионов рублей нужно тратить на реставрационные работы. Противодействующая, противоборствующая сторона ему говорит, опускай городской бюджет, за это деньги платят. Понимаете? То есть там экономика просматривается. Позиция по отношению к экономике просматривается. Значит, Михаил Борисович Федоровский, он очень четко сказал, это один из немногих музеев в стране, который действительно в состоянии полностью сам себя содержать. Полностью сам себя содержать. Все музеи деньги зарабатывают. Есть музеи, которые хорошие деньги зарабатывают. Музеи этнографии нехорошие деньги зарабатывают. Но меня это не шокирует, потому что князь Бисмарк любил говорить. Он говорил, политика – это искусство возможного. Дорабатывание денег в музее – это политика возможного. Сколько можем, столько зарабатываем. Больше не можем. Но здесь есть очень серьезная политика, которая представляется мне в какой-то степени вот эти вот события вокруг Исаки. Это в какой-то степени уже отбрызг 2018 года. Что это значит? Это значит, что есть уже некие политические силы, которые играют на одном поле, на другом поле. Это подготовка к выборам. Да, я думаю, так. Замер такую температуру по больнице, где горячее. Ну да, видимо, да. Так это кому выгодно? Власти, очевидно, это невыгодно, надо выключать. А что этот эксперимент сейчас показывает? Какие-то предварительные? Вы можете? Этот эксперимент показывает, что этот эксперимент показывает, ну, наверное, чистый срез. Этот эксперимент показывает, что ни одно социологическое бюро, никакое в ЦИОМ не показал бы то, что сейчас власти придержащие увидели. Понимаете? Никакое в ЦИОМ не показало бы, что это. И что это нам дает в будущем? Это значит, что ситуацию сливают, выключают, ставят все на ток. Вы знаете, в будущем это дает нам, что мне кажется, что, я уже говорил об этом, да, когда мы обсуждали с вами тревогу 21 века, я сказал тогда, что нужно глубоко думать над тем, как принимается любое очередное решение. И именно на это я и намекал, что нужно очень серьезно, хорошо подумать. Вот к вопросу решений, может быть, это будет последний вопрос сегодня. Очень важный момент, мы не добили, надо понять, Исааки остается музеем или вопрос не закрыт, с вашей точки зрения? Вы знаете, если я правильно понял моих уважаемых коллег, моего старинного товарища, Александра Михайловича Шолохова, да, и вот они давали интервью, и он, и Дропека, и после совещания в Государственной Думе, они четко говорили о том, что музей остается. Но не без присутствия русской православной церкви. Ну так и было. Не так как, а так... И так и остается. Я именно так это и понял, понимаете? Просто потому, что просто передача собора с выбрасыванием оттуда музея, я просто, я даже все это представить не могу. И этого не будет? Я думаю, что этого не будет. Я так думаю. Чтобы подвести такую черту по городским новостям, вы очень важную вещь сказали о принятии решений и о том, что надо думать о каких-то последствиях этих решений. Вот смотрите, у нас есть такой пул новостей, которые укладываются на одну полочку, на мой взгляд. Это российская национальная библиотека, в которой серьезный кризис, недоверие высказывают директору из-за того, что он принял некое решение, не посоветовавшись с коллективом, не вынеся это на какое-то публичное обсуждение. Есть Пулковская обсерватория, в которой тоже серьезная проблема. Там согласовано было строительство, опять-таки, без каких-либо согласований с учредителем, в принципе, Пулковской обсерватории. И история с Исаакиевским собором, это, видимо, в ту же копилку. Безусловно. То есть что это получается? Это нам показывает, что в обществе есть запрос, и в обществе, и в профессиональных коллективах, и в профессиональных сообществах есть мощный запрос на то, чтобы демократические институты все-таки действовали. Или это про что-то другое? Безусловно. Во-первых, демократические институты должны действовать. Единственное, что в этой связи, как директор, я вам хочу сказать, что я стараюсь, я стараюсь поймать настроение в коллективе. То есть я стараюсь понять то, что вы сказали по поводу стоимости проезда. Я испытал ужасные совершенно такие ощущения, потому что я прекрасно себе представляю среднюю заработную плату в Музее Этемографии. Это был очень тяжелый удар финансовый, очень тяжелый финансовый удар. Я посчитал, что в среднем сотрудник музея должен будет в месяц тратить минимум 3 тысячи рублей на проезд. Минимум 3 тысячи рублей. Что же для этих примеров, то помимо того, что нужно что-то многое обсуждать в коллективе, в Музее Этемографии даже в самые тяжелые годы у нас сохранилась профсоюзная организация, которая кроме горя мне ничего не приносит. Потому что профсоюзы, как товарищ Ленин сказал, что это школа коммунизма, она так и осталась. Я постоянно от них разные вопросы получаю от профсоюза. В прошлом году даже вынужден был создать согласительную комиссию. Там была проблема заработной платы. Это с одной стороны. А с другой стороны, я хочу вам сказать, что есть такое понятие, которое называется честь офицерская. Если командир полковской обсерватории, как я понял из вчерашних известий, был готов допустить на территорию наших доблестных строителей, да, понятно. То есть, как бы из вчерашнего телевизионного сюжета я понял вообще, что происходит на самом деле, да. Нужна честь офицерская. Понимаете, каждый руководитель должен думать о том, что он обязан соблюдать свое реномен и быть честным человеком. Верующим или неверующим, ради бога. Но честным человеком должен быть. Два коротких вопроса, если позволить. Я тоже, да, да. Очень коротко. Все-таки про слияние РНБ и публички. Право те, кто продолжают выступать против этого слияния, хотя уже пресек Мединского, нынешний директор РНБ сказали, что слияния никакого не будет. Нет, если министр сказал, что не будет, значит не будет. То есть, те, кто выступают публичные, говорят, что не надо искать врагов. Я каждый день читаю известия, неделю назад был в министерстве. Это очень серьезный вопрос. Не вижу, чтобы было решение в отношении объединения. То есть, моя информация дает мне слепок того, что этого не будет. Гонения несогласных останутся в зиме, на весну не перекинутся? Ну, гонения были всегда, так сказать, там, надо сказать, что и при прежнем директоре была более серьезная проблема, когда там уволили, не знаю, несколько десятков людей вообще. Что-то жизнь, это обычно? Лихоманов, да, да, который просто взял бы и уволил. А потом он сказал, что он неверно понял министра. А министр сказал, что Лихоманов его неверно понял. Но, тем не менее, эксцессы были и раньше, до вот этой вот идеи в отношении объединения. Это огромный организм, гигантский организм. И поэтому я уже в начале нашего разговора говорил, что там вот это вот ручное управление, оно допустимо и необходимо, но очень тонкое. Профессионалов растерять не хотелось бы. Профессионалов, ну, не знаю, в нашей отрасли мы стараемся не терять, хотя есть проблема. Самый последний вопрос. Судьба нового корпуса Российского этнографического музея. Михайловский сад. Какие-то были у нас истории несколько лет назад, но нет конкретики сейчас. Есть новости? Как скоро их ждем? Я, вы знаете, эта история длится столько лет, что один из руководителей вашего агентства, она же задала мне вопрос. Скажите честно, а у вас будет квартира вот в том здании, которое там будет построено, да? Это был тот человек, которого я очень уважаю, у которого автомат висел над головой. И я ему прямо сказал, у меня обязательно там будет квартира, но сразу на окнах, сразу поставлю решетки, чтобы привыкать. Если у меня в этом новом здании будет своя квартира. Мы хотим представить городу и Министерству культуры уникальный совершенно пионерский проект того, как в центре города на крошечной территории, на крошечной территории, общим метражом 2250 квадратных метров. И мы хотим из этой ужасной халабуды, которая представляет собой бывшие мастерские малооперного театра, мы хотим там сделать центр музейной коллекции. Сроки? Когда мы увидим это? Вы знаете, ну, я думаю, что если смотреть правде в глаза, то это будет 2019 год. Но могу вам сказать, что абсолютно серьезно, абсолютно прозрачно все, нету никаких тайн, ничего. В апреле месяце вот с этим проектом реконструкции, да, мы выходим на госэкспертизу. Это государственный орган. Вот сейчас, в 17-й. Да, да, да. Предполагали бы, что в марте мы выходим на комиссию историко-культурную, да, которая под Экина и Смольного. Мы готовы к этому, да, мы готовы и группа наших архитекторов и конструкторов к этому готовы, да. Поэтому сроки такие. Если мы в апреле месяце проходим госэкспертизу, то уже где-то летом этого года мы можем приступить к работе. И мы увидим то, что там. Да, я думаю, что да, увидим. Конечно, я регулярно информирую наших коллег из Русского музея об этом, да. Меня по-прежнему пугает формула Михайловский сад. Там все четко вымирено. Значит, ограда, установленная дирекцией Русского музея, четко отделяет нашу территорию от территории Михайловского сада. Но мы постараемся сделать так, чтобы те люди, которые приходят в Михайловский сад, чтобы они не видели просто вот эти фотографии. Мне даже самому на них страшно смотреть, что сейчас происходит, да. Поэтому думаю, если все будет благополучно, то в 19-м году, наверное. Спасибо вам огромное. Вы на все вопросы ответили и про политику неожиданно мы поговорили. Узнали, что об этом думают профессиональные ученые этнографии. И узнали новости про городские события и реакцию на эти события от нашего гостя. Владимир Грусман, директор Русского этнографического музея, был у нас в гостях. Владимир Васильевич, спасибо вам большое. Надеемся, что впредь мы будем также открыты. Спасибо огромное. Будьте гостями в музее этнографии. У нас потрясающая выставка. Петр Толстой ты еще, кстати, не заехал, потому что ваши сотрудники его приглашали после известной истории. Ну, ради бога. Нет, пока не было его. Не знаю, но мне бы с ним встречаться не хотелось бы. Понимаете, я вам честно, откровенно хочу сказать, что вообще, так вот, я, понятно, по понятным причинам. Да, вы все объяснили. Я не очень уважаю антисемитов, и мне не очень приятно было бы с ним уедеться. Но если лекция будет для него необходима, музей, конечно же, это сделает. Ну, ради бога, да. Ну, я подчеркнул, ради бога. Я просто хочу сказать, что есть блестящие представители этой семьи, есть очень мудрый, мой многолетний коллега, директор Ясной Поляны, Владимир Ильич Толстой. То есть, Толстые тоже разные бывают, да, только и всего. И это Владимир Грусман. Спасибо вам большое за эти несколько минут в прямом эфире. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok